Привет всем! Сегодня наконец-то я собралась готовить что-то необычное. И сегодня это будут макароны с фаршем. Может быть это макароны по-флотски, я понятия не имею, что это. Но для меня это всегда были просто макароны с фаршем. Это достаточно такое незатейливое блюдо. Я надеюсь вам понравится, и надеюсь мне тоже понравится. Готовила я его уже 150 лет назад, и посмотрим, что у нас вместе с вами получится. Для всего этого нам нужны макароны. Берите, какие вам нравятся, но лучше, конечно, какие-нибудь там, типа, не спагетти, а обычные какие-нибудь мелкие. Вот. И морковка. Ну, морковку целую, наверное, не надо. Хватит половинки. Лучок там тоже маленький купите. И фаршик. Вы фарш можете сделать сами. Можете купить готовый. Я, чтобы не заморачиваться, сделала готовый. Но всё равно я собираюсь его сейчас на мясорубке смешать с морковкой и с лучком. Вот. Ну, давайте приступим. Собрала я установку. Это у меня мясорубка. Фаршик нарезала. Овощи. Вы смотрите сами, как вам нравится. Чтобы не получилось, у нас какой-то морковный фарш. То есть, морковки я не скажу, что я прямо всю ее туда закину. Я буду смотреть, как это всё будет делаться. Если у вас готовый фарш, то абсолютно необязательно его делать на мясорубке. Вы можете морковочку там потереть на мелкой терочке. Лучок там нарезать или мелко нарезать. Ну, а я хочу просто, чтобы всё смешалось. В принципе, если у меня раньше не было мясорубки, так я сама это всё нарезала. Ну, я терла на терке и смешивала с фаршем. Ну, теперь вот просто легче. Не буду показывать процесс работы самой мясорубки, потому что это будет шумно. Покажу только результат. Ну, в принципе, как-то так у меня всё получилось. Морковка вся у меня пошла. Так что смотрите сами. Вот эта морковина на 500 грамм фарша отличная, я считаю. Может, конечно, чуть переборщила. Ну, вот лук, морковка, всё отлично. Вот столько получилось. Но имейте в виду, что фарш он на сковородке ещё так ужмётся. Поэтому вот не будет там прямо вот целая гора фарша. Вот. Ну, давайте, собственно говоря, переходить к самой готовке, к жарке фарша. И будем варить макарошки. В общем, вывалила я фаршик на сковородку. Вода у меня уже практически закипает. Я взяла большую кастрюлю не потому, что там будет 150 кг макарон, а потому, что, во-первых, мы сварим макароны не на раз. Ну, вы понимаете по количеству фарша. А потом нам придётся смешивать фарш с макаронами. И в маленькой кастрюле это будет делать неудобно. Поэтому берите с запаса. Вы можете положить макарон сколько вам хочется, сколько вы съедите, насколько вы рассчитываете. Но при этом у вас при перемешивании не будет всё это дело вываливаться. Вот у меня вода уже закипела, так что буду закладывать в макароны. В общем, высыпала я почти пол пачки. Мне так примерно говорили. Ну, не знаю. Вот смотрите, как вы сами. Или получится макароны с фаршем, или фарш с макаронами. Но всё-таки надеюсь на макароны с фаршем. По крайней мере, будет побольше фаршек. Это хорошо. И когда будем всыпать, будем не знать сколько. Вот. Так вот у меня всё примерно. Но, в принципе, всё делается по вашему вкусу. Обязательно посолите, поперчите фаршик, как вам нравится. Ну, не нравится, не перчите. В принципе, добавьте те специи, которые вы любите. Ну, в принципе, макарончики у меня уже доварились. Фаршик у меня вот такой получился. Может, его много, может, его мало. Вы смотрите сами. Как вам удобно. Всыпайте понемножку. Перемешивайте. И смотрите, много будет или мало. Так что... Вот макарошки уже в воду слила. И сейчас буду добавлять фаршик. Насыпала пока не полностью фаршик. И сейчас буду перемешивать и смотреть, хватит мне или нет. Ну, вот, как-то так получается. Можно, в принципе, ещё досыпать, чтобы было побольше миска. В принципе, мои опасения не подтвердились. И эта куча фарша очень хорошо улеглась в этой небольшой куче макарон. В общем, смотрите сами, насколько вам этого хватит. Я просто обжора, я люблю поесть много, поэтому мне этого хватит ненадолго. Но вам, скорее всего, хватит на всю семью или вам на неделю. В общем, как-то вот так у меня всё получилось. Надеюсь, вам понравился этот простой рецепт. Я сама его сто лет не готовила. Вот сейчас приготовила, и, в принципе, вроде как всё прилично-таки получилось. Так что советую. Сама люблю эту штуку есть. Люблю, когда мне её мама готовит. И это быстро, вкусно и прямо ням-ням. И вот так вот я себе порцию наложила такую. Ну, как всегда. И люблю это всё делать, есть салатиком. Ну, в данном случае у меня огурчик, но с салатиком вообще очень супер. Приятного аппетита и подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Хотела ещё добавить, что... Ну, вы видели, у меня большая кастрюля всего получилась. И вы можете, ну, остудить её, поставить в холодильник. И потом можете брать с собой в контейнер на работу. В принципе, эти разогретые макароны с фаршем, они очень даже аппетитные. Можете разогревать там в микроволновке или на сковородке, смотря что там у вас есть. Всё это как бы съедобно и на следующие дни. Поэтому советую.